Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Мой никнейм на YouTube Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробела. А сегодня мы снова с вами поговорим о пустых баночках. Я снова сделала для вас очень удачную подборку продуктов. Это те средства, которые я в ближайшем будущем хотела бы повторить, которые мне очень понравились. И не будем долго растягивать это вступительное удовольствие. Я вам скорее уже приступлю к рассказу о непосредственно продуктах. Всем любителям пустых баночек посвящается. Желаю приятного просмотра. Одни из самых удачных продуктов для объема для меня являются пенки от Velo из серии VeloFlex. Данная конкретно это контроль над непослушными волосами, защита кератина. Здесь четверка сила фиксации, это экстра сильная фиксация. Я люблю их пенки, муссы для волос, потому что это одни из самых удачных продуктов, которые действительно дают объем уплотнения моим волосам. У меня волосы густые, но очень тонкие. Поэтому мне всегда не хватает объема. Мне всегда нравится у девушек вот этот объем левика. Меня, к сожалению, Бог не наградил этим. И поэтому я всегда пытаюсь от своих волос добиться по максимуму объема. И как раз таки VeloFlex всегда работает на моих волосах. Хоть как-то я не скажу, что у меня получается достичь того эффекта, который прямо у меня вожделенный. Но, по крайней мере, я чувствую эффект, я чувствую уплотнение волос. Я чувствую более объемные волосы. Волосы не утяжеляет, не пачкает. Мне нравятся эти средства для укладки. Следующий продукт это маска от Корр, которую я обожала, любила. Снимала вам целый обзор о марке Корр. Я признавалась в любви этому средству. Она у меня, к сожалению, закончилась. Это увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой и водорослями. Я обожала эту маску. Очень крутая увлажняющая маска. Она по текстуре как белый крем. Наносится на лицо. Можно держать 5 минут. Она хорошо увлажнит кожу. Но если вы продержите на лице минут 20 эту маску, вы просто не узнаете лицо. Кожа очень увлажненная, очень плотная, напитанная. Крутая маска, которая действительно очень хорошо работает зимой, весной. В любое время года она прекрасно убирает раздражение, сухость, шелушение. Хорошо увлажняет кожу. Мне безумно-безумно нравилась эта маска. От бюджетной марки формула преображения у меня был шампунь с активированным углем для глубокого очищения волос. Из антивозрастной линейки, как они здесь заявляют. В принципе, шампунь сам по себе неплохой. Здесь неплохой объем. Здесь 250 мл. Он обычный достаточно по своему составу. Ничего интересного. Сульфатный шампунь черного цвета. Он хорошо прочищал корни волос. Он быстро вызывал привыкание. Поэтому он подходил именно для такого очищения раз, наверное, в две недели. Очень серьезного корни... корни... Для хорошего очищения корней волос шампунь подходил. Но не часто в использовании. Мне, к сожалению, больше нравилось именно как такое соцсредство прочищения, очищения корней волос. Да, работал неплохо очень неплохой шампунь. Тем более, что он бюджетный, стоит порядка 100 рублей. И действительно хорошо очищал волосы. Но я скажу, что не на каждый день. Потому что если вы будете постоянно использовать это средство, волосы очень привыкнут к нему. А именно как соцсредство раз в две недели очищать кожу головы очень хорошо. Средство мне помогало. И действительно волосы после этого дольше оставались чистыми. Еще одно бюджетное, но при этом очень эффективное средство. Это скраб зефирка от Organic Kitchen. Вот эти бутылочки, баночки, все знают. Они очень популярны были прошлой осенью. Я как раз таки где-то осенью, зимой прошлой купила эту зефирку. Мне очень понравился этот скраб. Потому что он мягкий, нежный, очень приятно пахнет. Действительно очень-очень вкусно пахнет сладким зефиром. При этом он хорошо очищает кожу. Для такого еженедельного очищения, скрабирования, полирования кожи подходил идеально. Очень приятный, нравился мне, не царапал кожу. Мягкий, очень-очень классный. Мне нравился. Также у меня уже давно закончилось. Но все никак у меня эта баночка не доходила до моего пакета с пустыми баночками. Тавтология, ну ладно. Микси, это Рич Маск. У меня была маска для волос. Я обожала, любила эту маску. Она очень хорошо напитывала, увлажняла кончики волос. Это вот со-средство для зимы, для волос. Очень крутая маска. Несмотря на то, что состав у нее натуральный, она очень хорошо приглаживала кончики волос, очень хорошо их наполняла, увлажняла. Мне она безумно нравилась, эта маска. И поэтому я вам из средств для волос Ямиксит, в принципе, вам советую попробовать эту марку. Она очень интересная, классная. У них классный концепт. Они работают над составами, заморачиваются очень над составами. У них даже есть продукты, которые хранятся исключительно в холодильнике в течение месяца. Я у них тестировала маски этим летом. Но вот что я советую из ухода для волос, это однозначно вот эту маску. Она у них была с самого начала существования марки, сколько я их знаю. Очень крутая маска. Однозначно советую. Именно Rich Mask. У нее приятный цитрусовый аромат. Очень хорошо работает на кончиках, на обезвоженных, сухих, ломких кончиках. Крутая маска. Также, наконец-таки, добила кондиционер Rehab Balm. Кондиционер классный, хороший, тоже очень хорошо работает именно на длине волос. Хорошо работает с сухими кончиками. Мне очень нравился кондиционер этот. Также выбрасываю пустую сыворотку у меня от Twist Fusion для активации роста ресниц. Я снимала видео о том, что действительно у меня с помощью этой сыворотки отросли ресницы. Они реально были бомбические, огромные, красивые ресницы, очень плотные. Сыворотка работает. Она очень крутая, очень хорошая. Но я в последнее время ее не заказывала, потому что у них не очень удобны для меня способы доставки. Как-то у меня все руки не доходят заказать себе, наконец-таки, снова эту сыворотку. Сыворотка крутая, действительно, очень хорошо работает и на бровях, и на ресницах. Очень хорошо их восстанавливает. Работает именно на длину, на то, что реснички сами становятся сильнее, волосинки непосредственно. Очень крутая штука, советую однозначно. Также у меня закончилось средство для умывания с фруктовыми кислотами от Honey Bunny. Это также российская марка, молодая достаточно. Мне это средство для умывания очень нравилось, потому что оно, несмотря на то, что я его использовала в холода, оно очень хорошо работало. Оно очень хорошо отшелушивало кожу. То есть кожа становилась гладкой. То есть вот эти вот сухие, омертвевшие частички, оно очень хорошо снимало за счет вот фруктовых кислот. Здесь большой объем, 250 мл. Мне очень нравилось это средство. Я думаю, что если вдруг у меня будет возможность заказать Honey Bunny, я обязательно это сделаю. Один из наиболее удачных средств для лица, который я пробовала за последнее время, это крем-комфорт для сухой нормальной кожи дневной с муцином улитки. На зиму бы я не советовала, но на плюсовую температуру около плюс 5-10 отлично идет, хорошо увлажняет кожу. Мне очень нравился этот уходовый продукт. Также очень удобная помпа. Здесь 50 мл. Сама упаковка по себе негромоздкая, легкая. Помпа работает нормально до самой последней капельки крема. Крем очень удачный. Несмотря на то, что это бюджетная белорусская марка Markel, я была очень довольна данным уходом. При этом кожа действительно преображалась. То есть она становилась более увлажненной, более ровной, красивой. И в принципе такой улиточный продукт меня очень-очень порадовал. Средство для глаз. Мой фаворит последнего времени заканчивается у меня уже не первый раз. 2000 калорий обычная, самая-самая простая от Max Factor. Тушь просто для меня мастхеф. Обожаю, люблю ее. И действительно каждый раз покупаю именно ее. Очень крутая тушь. Подсадила маму на нее. Она даже вообще не знала о ее существовании со всеми своими герленами, диорами, со всем остальным. А она тушь и мама. Мама очень довольна тушью. Правда, и она покупает коричневый, и у меня черный. Тушь просто хорошая, рабочая тушь. С этой тушью вы можете создать абсолютно любые ресницы. С одного слоя получатся очень интеллигентные, красивые, пушистые реснички на каждый день. С второго, третьего слоя будут более драматичные ресницы, более эффектные. При этом очень хорошо работают и на накладных ресницах, чтобы смешать свои накладные. Крутая тушь не сыпется, очень долго держится, не раздражает глаза. Очень люблю ее и вам советую. Также закончился у меня супер-лайнер от L'Oreal. Супер-лайнер Perfect Slim. Обычный черный, у меня он держался достаточно долго, рисовал до последнего. Мне он нравился. Обычный лайнер с фетровым наконечником, хорошо рисует, долго держится, не размазывается. Просто очень хорошая подводка фломастера, действительно удобная. Поэтому у девчонки, кто не умеет рисовать стрелки, советую, как именно такой начальный вариант для рисования стрелок. И это все на сегодня. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно напишите мне в комментариях, что из продуктов, о которых я сегодня вам рассказала, вам тоже понравилось, как и мне. Что из этих продуктов вы обязательно хотели бы попробовать. И все, всех вас люблю, целую, до скорых встреч в следующих видео. Пока-пока!